Дарк Соулс Дарк Соулс Дарк Соулс Дарк Соулс Дарк Соулс Просто море доната, просто уеду на два месяца отдыхать куда-нибудь. Нет, конечно, мы сервачок купим для хранения видео, потому что он там вне бюджета, все дела, хочется, в общем, да. Что я хочу? Я смотрел видео на ютубе, это не запрещается условиями спора, и, исходя из этого, несколько изменил тактику к боссу. В первой фазе у него четыре, как вы знаете, типа оружия, типа, соответственно, поведения и ударов. Я собираюсь полностью скипать фазу с саблей, потому что не только мне, как показали видео на ютубе, не совсем понятны мувы и как перекатываться от разных серий саблей, но и чувакам, которые там же находятся, ну, по крайней мере, из тех видео, которые смотрел. Плюс у него есть взрывы в ближней дистанции, которые не сразу правильно идентифицируются, там он может бафнуть себя, он может взорваться, он может фаербол кинуть, и, в общем, довольно много рандома. То есть фазу с саблей, если мы видим, полностью скипаем. Скипаем, просто перекатываясь назад или вбок, в зависимости от его местоположения и удара. Фаза с копьем, скипается частично. То есть я хочу держать где-то среднюю дистанцию, для того, чтобы не попадать под вертушку в принципе. То есть один удар он делает, ты под второй перекатываешься, можешь нанести там ему один-два удара. Сражаемся с ним полноценно в первой, ну, в базовой стадии, вот в этой первой, когда он с мечом. И когда он маг. Когда он маг, конечно, есть тонкости, блин. Но там нет ваншотов, поэтому... Его там очень хорошо можно задемиджить. Что касается второй части босса, которая принципиально отличается от первой, я не хочу, в принципе, к нему подходить. В первую очередь из-за того, что у него есть комбо. Комбо меня не убьет, с одного раза, учитывая количество хп и доспех. Но если комбо плюс два еще других удара, то я гуф. Соответственно, комбу вроде как можно идентифицировать, это несложно. Жесть весьма характерный, есть у тебя запас по времени, чтобы перекатиться. Но перекатываться нужно дважды, а то и трижды, чтобы он тебя не задел. Но нафига рисковать. Вот, на второй фазе есть... Кроме захватов, которые довольно простые в Эдисе, очень похожи на захваты танцовщицы. Я волнуюсь просто, простите. Я больше даже для себя сейчас говорю, чтобы этот настрой был правильный на босса. Вот. Правильный настрой на босса, чтобы был. Да, во второй фазе есть у него... Ну, во-первых, удары становятся мощнее, это понятно. Механика удара, в принципе, такая же, как на первой фазе. Это первая часть и первой фазы. Захват понятно. Прыжок на средней и дальней дистанции тоже понятно и выйдется довольно просто. Копья. Он запускает еще копья с молниями. Первое копье, соответственно, летит в тебя прямо, если ты находишься далеко, например. Ну, или второе копье, которое он пускает наверх, и оно падает вниз. Там нужно ориентироваться скорее по звуку грома, который... Ну, то есть, чтобы его увидеть, нужно реально далеко отбежать от босса. А этот удар можно использовать для того, чтобы провести серию ударов. То есть, он долго ее, долго заряжает, и можно там 3-4 удара провести. Вот. Но ты, если находишься рядом, ты не видишь, что там наверху творится, и как эти части молнии в тебя летят. Но ориентироваться можно как раз по звуку. Там такой раскатный электрический звук весьма характерный. После него надо делать перекат. И третий удар молнии он делает перед собой. Вот я, когда первый раз этого босса убивал без смерти, и, соответственно, несколько раз на этот удар напарывался просто потому, что он стреляет. Там еще вроде как взрыв какой-то идет. То есть, ты вроде как перекатываешься, но он тебя может подэмиджить. Вот. Что еще у нас там во второй части есть интересного захвата? Удары такие, удары сяки. А, в первой фазе есть два удара, которые не требуют переката. И это удар на отмашь, когда он меч держит правой рукой и замахивается из-за спины. Он обходится против часовой стрелки, как я обычно и обходил, только делал это с перекатом или с блоком. А второй удар, который не требует, это выпад огненным мечом вперед. Там есть последующий удар, ну, следующий за этим удар, если, скорее всего, там как, есть, он может продолжить связку, может не продолжить. То есть, комбо, там, в зависимости от того, где ты стоишь. И если ты стоишь к нему в поле досягаемости удара, он будет продолжать бить. Вот. От этого удара, соответственно, можно просто отойти таким же образом. А от второго надо перекатываться. Короче. Времени. Надо, короче, идти. А, я хочу пока попробовать на первой фазе. Есть у меня косточка на всякий случай, чтобы... Смолой заряжать пока не буду, потому что это трата. Смолы у меня, пять зарядов, душ нет. Сан 4л поддержал ваш канал на 100 рублей. Майкер, ты прям святой. Да. Донат на серваки и поддержку сайта. Так понятно. Все ради сайта. Все ради нас. Зрители Гудгейма, удачи тебе. Не только. Спасибо спонсорам за эти чудесные мотивирующие стрелки. Да. Действительно, спасибо пацанам, которые обострили челлендж, потому что, блин, фух, я бы так не боролся, наверное, я бы глухнулся пораньше. Меня могут прямо сейчас убить. Весь этот план, знаете, как до первого нокаута. Р, е, косточка. Поехали. Ставим таргет. Пока на блок. Вот этот и выйдется. Так. Копьем. Копьем я скипаю в большинстве случаев. Чардж. Ой, достал. Вертушка. Ой, достанет сейчас. Ой. Выпил. Блин, сейчас еще короткие удары пойдут. Блин, застрял. Что у него? Сабля, скипаю полностью. Фаербол, баф. 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 Мак. Мак. Так, опасно. Нормально. Выпей лучше. Блин! Не увидел удар. Ой! Перекатывайся, 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 перекатывайся. Копьё опять. Проверка косточки. Треновая проверка. Перекатывайся. Выпил. Проверка косточки. Все нормально, все поплавно, все поплавно, нормально Нормально, все, 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 вот так вот и на... Мы больше половины хп у него снесли на первой фазе, хорошо Так, хорошо, хорошо, хорошо Можно уже с малой попробовать Так, что было здесь? Было здесь что? В первой фазе некоторые удары блочат На всякий случай, если ты не можешь обойти человека Если ты не уверен, что обойдешь его вокруг То просто блок ставишь и все Это первое Второе Когда он маг, держи в дистанцию Ну я держал бы дистанцию, если бы у меня хп были Я специально отступал и получил этот луч На копье нарастерял много хп Не знаю, во-первых, прыгал прям на копье Когда он с чарджем на меня шел А нужно перекатываться в сторону желательно Вот Поехали Да блин, и чатик у меня упал Простите Без чатика не то Сейчас позвони нашим Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блин, плохо Нет, не успею А, успел, хорошо Блин Ой Хорошо Ой, я думал он сел Выпил вертушка Назад второй раз хотя бы Нет, не успел Мак, повернулся, хорошо. Выпил. Сейчас будет этот, скорее всего, рейнджовый. Выпал. Не надо, не надо. Ой, опасно. Копьё можно добить. Буду ли добивать? Да, добиваем. Вторая фаза. Во второй фазе держу дистанцию. Смотрю за комбо. Выпил лучше. Пусть полные хата будут. Прыжок. Комбо. Ушел. Среднюю дистанцию держу. Хорошо. Нет, плохо. Хорошо. Оп. Оп. Хорошо. Держи среднюю дистанцию. Он попал. Выпил лучше. Прыжок. Хорошо. Так, это... Перекат. Хорошо. Хорошо. За... Ой-ей-ей. Ой, попал. Мало КП. Нормально у него. Хорошо. Приятный комбо. Ушел. Прыжка жди. Выстрелы жди. Прыжок. Хорошо. Комбо можно. Ой-ой-ой, попал. Выпей лучше. Ой, не выпьем. Уйди. Выпей. Перекат. Перекат. Попал. Чуть-чуть осталось. Выпей лучше. Хорошо. Есть! 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 Изи! Женька, я выиграл. Ой, господи, такой он изи. Касанирова еще 50 тысяч. Ес. С второго раза. Ох. Фух. Итак. С шесть... Седьмой попытки. Бобер... Победил! Уху! Да, 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 да! Хорошо, что я вчера не стал доигрывать. Господи, я там все пропускал. Просто все пропускал. Все пропускал, что только можно пропускать. А тут просто аккуратненько с этим не сражаешься, с этим не сражаешься, сюда не подходишь. Все отлично. Трестуса осталось. И фулл хп практически. Ох. Зефирка, ты чемпион! Молодец! Давай! Давай. Вот так вот. Уху! Пацанам в чатике, привет. Ох. Все. Все было по плану, в общем-то. То есть, от комбо во второй фазе держался дистанции, видел всегда. Прыжки скипал. Под молнией все, в общем-то, смотрел. От первой молнии... Ну, от первой, которая была массовая. Помните, он заряжает. Увидел. Провел серию ударов. И еще успел по звуку перекатиться. Капец. Ох. Я бы его еще раз 50 убил бы. Вот. Только чтобы удовольствие получать. Фух. А теперь... О, можно же на скипнутого босса. Ой, давайте сегодня на безымянного сходим. Просто так. Там же красивая локация. Там сумасшедший босс. Ох. А я могу еще к безымянному вернуться? Да. Еще можно этого короля, который... Который... Дракон. Я же их пропускал, чтобы челлендж выполнить. Ах, прикольно. Да, давайте. Другой говорит, стой. А, заверши игру нужно. Так, а я могу же не завершать пока игру. А, нужно спор закончить. Типа, костер зажжешь. Типа, игру пройти. Не убить босса. Игру пройти. Ну, давайте формально. Подождите, ну я тогда... А я смогу вернуться к тем боссам? А, ты тогда ее не пришел. Надо пройти игру. Блин, формальности надо. Давайте зажжем пламя. Блин, я так и хотел на безымянного сходить. Черт бы формальности. А, сможешь? Фу, хорошо. Ну, тогда нормально. Зироэль говорит, нет, завершишь, на безымянного не попадешь. Зефирка поджарилась. Зефирыч, такая у нас с тобой история была, а? Слушай. Мы с тобой падали с лифтов, падали с башен, падали с крыш. Нас убивали гиганты. Нас чуть не раздирали в крокодилы. Как ты от призрачного доспеха, помнишь, ты уходил, господи, на последних хитах. А как у тебя эстусы закончились на братах, братьях-близнецах этих? Будет возможность, говорит Илон Вейв, нашел кого слушать. Я не знал, что ты здесь, Илон Вейв. Все, игра все-таки проведена без смертей. Ачивку, кстати, дадут. Должны ачивку давать. В стиме. А, я оффлайн. Надо, наверное, в стим зайти, чтобы, типа... Ну, давайте. Что здесь выбирать? СЛ2 или нет? Типа... Типа продолжать игру. Нет, окей. Ирон человек поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Привет. Привет. К сожалению, компот я весь выпил. Это вместо компота, как обещал. Молодец. Спасибо. Я, Гурткил, поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, ты вообще нормальный. Да. Не мог подождать меня. Пока я освобожусь. Я все пропустил. ПС, мои поздравления. Спасибо. Куда деньги потратишь? Пекарь. Сервачок, скорее всего, мы приобретем. Я посмотрел на жену, но она на эти деньги вроде не рассчитывала. Ну, как? Ну, короче, да. Я понял, да. Короче, там на половину сервака хватит. Она говорит, что вернуть прошлый спор надо сначала. Ну, типа в семейный бюджет. Ну, конечно, конечно, естественно. Сам заработал, сам потратил. Короче, сейчас мне нужно с женой поговорить. Что-то мы вообще... Она была против этого спора. А кто в результате? Красавчик. Так, а ну-ка. А ну-ка, я сказал. Шестовый мужик. Пищи давай, пищи. Все, мужики. Все нормально. Все в порядке. Боссы убили. Жену воспитали. так хорошо на безымянного нам же нужен жест да этот драконевский а где мне его взять подскажите пожалуйста миша поддержал ваш канал на сумму 100 рублей поздравляю с победой а он после ацироса будет не сомневаться вас самого начала гравитация не страшно слава императору ледокол поддержал ледокол на сумму 100 рублей поздравляю с прохождение порождение крови ждут тебя в старом ярнами охотник bloodborne он про bloodborne может даже консольку даст с игрой хотя можно и приобрести так насколько мне сообщили в чатике попасть в в ту локацию с драконами можно только после ацироса собственно после босса дракона поэтому я сейчас пойду к нему давайте как-нибудь я сейчас к себе больше обращаюсь тоже продолжим добрую традицию попробуем без смертей хоть и челленджи уже нет хоть и ставок еще и еще я хотел сказать нет и не факт что не будут но я просто постараюсь пройти также без смертей то есть не надо умирать хотя есть соблазн конечно блин на его удар блин не успел перекатиться умри все нормально в онлайн стиме зайди ну тогда вторгаться буду тогда мы без он эксперта пришел ты пропустил на эксперта блин это было круто но запись я могу кстати резону а хотя не стоит резону запись но это было несложно эксперта на самом деле то есть я сначала туда зашли не буду спойлерить короче посмотришь мне понравилось так здесь у нас осколки титанита здесь порождение тьмы вот эти вот черные и токсины да я уже сейчас играю так как будто я в принципе помню куда бежать поэтому ой токсин чисток с ним будет не успею дайте ладно кто там за мной идет никто не идет так а здесь их несколько с двуручным мечом 1 выкатить его можно в общем то можно его бэкстэбнуть но я боюсь что когда давай лучше вот так сделаем ой там еще хиллер есть сверху видели так давай ка выпьем лучше они очень плотно хорошо успел хорошо вообще четенько его четенько разложили так наверх тоже можно было бы забраться но но бог с ним это у нас тоже с двуручим я тоже с двуручим второй удары не увидел третий слава богу увидел что он какой-то на своей волне чувак слепой что ли слепой не слепой а пушка большая болен да что ж ты делаешь межган я вообще все ловлю добьем на путь фляжик нет я зря так вообще к королю можно было просто пробежать мимо них но я решил я не был во первых уверен в этом да к нему пробегается просто имеет ли семью эстусами под токсином к нему бежать хороший вопрос токсин есть чем снять кажется нет мне ничего подходящего и против него конечно закалочка хорошо пошла бы это магический урон закалочка на огонь наверняка мог цветущий мороз обморожение и этот мох не снимает вообще жестко смотрите какой бело-фиолетовый а обморожение нет нету бело-фиолетовый это натравление это мороз не так до токсин и отравление это разные вещи просто вот чем делом дешевка тот открою да кстати кажется слева шуткат вот сверху можно прыгать кажется где-то здесь еще проверим заодно ой ребята я же прошел я прошел господи я прошел я прошел 10 частей трансляции шуткат видимо слева это шорткат не шорткатный не эксперта поди он эксперта за сумму 80 80 тысяч рублей вот и пришел час расплаты как оказалось явный перебор до михаил ты молодец спасибо поздравляю от души спасибо тебе за спор адреналин вы заслуженные победы за адреналин за эмоции не забудь где говоришь good emotions слушайте меня это жена что-то ничего не понимал после прошлого и мастер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей так хорошо поздравляю с победой спасибо в этом он будешь блайн без смертей прокатить хохохох какой в блайн без смертей что с ума сошли вообще пробежать здесь можно давайте я косточку из ну потому что фестусов нет я отравлены как бы это не не очень хорошо дан эксперта на эксперта тот самый на эксперта который с которым мы поспорили на на героях на героях это было просто ой на каких героях на на танцовщицы на героях я с росбровином спорил уже столько споров всех не упомнишь да она танцовщицы три с половиной часа мне не хватило не поддавайся на споры в блатборне если не будет не верь никому да 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 мне уже эльдар рассказал что там все побыстрее поддинамичнее до босса бежать долго боссы жесткие в общем просто забей о как сразу начал я только щит решил у него сбить а он там ой ну конечно на на с ноги зачаровал свою булаву готово надо еще не словить токсин самое главное кажется можно спрыгнуть на втором этаже и немножко срезать чтобы токсин не сразу начал действовать подбора сложнее чем dark souls им х скорость из ds1 в 1 там не в них дело понял значит менда к эксперту обращаться эльдар эксперт во многих областях на видимость блатборным у него не очень ой 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 так не свалился до сад снедаемого короля там блестус а тут соответственно можно немножко срезать чуть-чуть главное в таксине не стоять от этих упырей перекатываться добро о лут этот обломок не станет им а мне в любом случае сюда нужно сначала сейчас мимо рыцари попробую пробежать у них двуручные оружие поэтому он довольно медленно и поэтому пошел один пошел второй я заряжу тьмой потому что у меня просто пропитки другой нет я столько пеплов не пособирал поехали очень хороший босс с бэкграундом отличным давайте послушаем посмотрим чем трон поддержал ваш канал на сумму 300 рублей в п майкер с победой тебя круто когда президент нашего любимого гудгейма не только талантливый но еще и стреловой слишком толстая слишком толстая слишком толстый центрон да он со своим сыном типа в руках погибшим сражается и золота все что у меня есть я осталось не помню я его движение надо смотреть больше на блок чем на перекаты но давай смотреть выглядит он конечно хиленько удар и мороз удар прыжки удар хвостом на средней дистанции тоже да когда-то близко к нему находишься ты просто вот прямой удар самый простой пока он еще говорит куда ты пропал куда-то прячешься от меня отсылок ой по голове у него стан вот по голове сейчас будет о какой там вы дамаг то господи нет я вижу статуса мороза нет на хп не смотрю вот видите подходишь слишком близко и до свидания а у него вторая фаза будет бешеным становится ой всю стамину нафиг давай смотреть за ударами то вообще вау капец я понял цена кричит и прыжок до вперед будет чардж нет ага взлет и такая тема дальше как а вот это с чарджем ага укусы а я помню после этого чарджи очень долго приходит себя от хвоста вы вернулись и сейчас чардж да вот вот это вот это вот тема опасная вот по голове если попадать у него и смажем еще он не в ту сторону просто бежит после хвоста опять вернулись на халявку он бешеный все время забуривается куда-то поле и на 5 выкинуть кажется у него тьмой куда куронов чем хороший момент для того чтобы не не сырун опять по голове вроде попал а под под ноги очень хорошо пойдет опасным добей уже готово ставлю щит потому что душе это наше все вообще с бонусом 20 процентов или сколько-то нам ну 69 добро щит хороший очень хороший щит очень много хп но самое опасное наверное по дамагу это если ты будешь в морозе стоять вот это просто улетать будет очень легко так так садимся ой можно перекачаться взять темный клинок ох и на короля пойти я бы спошел бы дамбил поддержал ваш канал на сумму 111 рублей за то что слил в прошлом трае ну бас ну бас я просто хочу вот сейчас когда уже спор закончил сделать то что мне сдерживало что я не мог сделать сделать из-за высокого риска типа пойти перекачаться убрать немножко хп взять например меч тьмы вымаксить там например силу до 40 и выбивается он ну хотя он выбивается хреново монетки то у меня есть но душу я продал на чемпиона гундира да я пойду скорее всего в эту локацию собственно мы в нее уже попали это первый уровень насколько я понимаю в конце концов которого мы и получим тут самые опасные ассасины да которые с ядом вот путь дракона то есть отсюда мы можем пойти в темную локу получается да на гундира сходить и это не так долго то ли здесь у нас стена то ли так может стенка откроется я не помню просто да да стоит пробежать тем более локация маленькая локация маленькая а кого я еще не убивал кроме гундира и с этого безымянного камень утраты что с освещением проблемы насколько я помню тут как раз ассасины будут с кровотечением с кровотечением а ну тут разные бывают пожалуйста трое таких там один придет в себя уже надо отступить плюс там есть еще маг неожиданный бэкстеп я не планировал его обходить просто он перелетел и оказался за мной как собственно его спина тоже что ты орешь так бесит а у гундира о пепельное кольцо эстуса останавливает ману дракона ну дракона это же безымянный не ручки уже не трясутся все я абсолютно спокоен уже хоть я буду стараться не умирать но я бы сейчас на этом на на драконе засада псина на драконе я бы там просто визжал бы когда мало хп осталось еще один обломок титанита так а он здесь вроде не один серии из 8 ударов ему хватило 7 а вот и пес а вот и пес а вот и пес ой много псов убьют больно ладно двух убили с одним уже справимся копей души для фаза чая денежь хаула я могу перекачаться на самом деле то есть сходить в место где да ё-моё а там еще ассасин а там еще ассасин свыки последнего босса так и Готовы катиться, как твой предшественник? Так, вторжение. Вторжение очень неприятно. Я, пожалуй, скипну ящерком. Чтобы посражаться нормально с духом. Ты можешь убрать у девушки задание, которая в Храме Огня. Справа там тоже весело. Если честно, я немножко наигрался последнее время в Dark Souls. Вот, и хорошо, что будет пауза. Или мы, может, вообще закончим эту эпопею. Потому что Overwatch послезавтра. Потому что Bloodborne ждет. Потому что еще вроде как Uncharted есть. И, может быть, я его буду проходить. Блин, он не падает. Он далеко начал катиться. Сейчас опять вторжение будет. А вот он сзади уже. Блин. С двумя не вариант. О, может, они посражаются? Могли сто раз уже эту ящерку убить. Реально, зачем я ее скипал вообще? Все. Давай репостни его. Не может. Ладно. Ой! Я думал... Ох уж эти ящерки. Да, еще два DLC к Ведьмаку. Очень хочу. Посмотрел краем глаза стрим в Верлоина, кажется. На сайте. Воу! Ничего себе у нас тут. И ХП у него много, блин. И рапирка есть. Не-не-не, какой-то злой. Защиту поставил. Ай-яй-яй. Я справа увидел врага. И понял, что надо валить, короче, отсюда. Чтобы нормально сражаться. Можно зачармить еще тьмой. Эти вот просто удары с тыла, они совсем не к месту, когда ты следишь за... Вот это заклинание, я его не знаю. Давай, последний удар. Есть. Хорошо. О, 204 тысячи душ. А, у нас же гундир еще будет... А, точно, тут подстава же. У нас же гундир будет без... Без костра. Нормально я подпелялся. Надо божественное благословение поставить. Очень хорошая штука. Зря я не выбил тогда. Вторую ящерку гул. Да, это не обязательно. Там ингредиенты, главным образом. Да пробеет. У него баклер. Семь эстусов будет после полного лечения. А, это благословение на ману. Черт. Сейчас бы встрял. Гундир. У него новые мувы. Я не помню его, потому что проходил только один раз. Это движение помним. А, у него вторая фаза меняться будет. Нет, нет, рано. Вот, хорошо, успел второй раз перекатиться. Да, ладно. Воу. Так, вспоминаем. Что-то пока. Изи. Ой. Понял. Хорош, Миша. Ой, плохо. Ой, плохо. Ой, сейчас еще мог получить. О, да, вот этот вот удар. Захват еще. Уоу. Удары жесткие. Уходи, уходи, зажали. Блин, лишние до ударов. Ой, не вижу. Да твою ж медь. Застрял. Ой. А, нет. А-а-а. На-а-а. Вставай, тряпка. Убей его. А-а-а. Вендир повержен. Щит. 72 тысячи душ. Глеф и Черного Рыцаря. Да, на. Ну, там были вообще моменты, знаете, как на матрицу просто. Так, так, так. Там просто такие увороты были сумасшедшие. Ну, вы все видели, в общем-то. Так, у нас есть теперь возможность пойти в новую локацию. Вот в мою любимую локацию Dark Souls вообще. Я просто в восторге от этой локи. Но нам нужно к тюремщицам. Для этого. А, или еще здесь не все пройдено, типа. Другой меч подведет тебя? Да нет, у них на самом деле, что у Андрея, что у Асторки, что у черного... Не черного клинка, а меча Тьмы. Тайминги приблизительно одинаковые. То есть меч Тьмы помедленнее, насколько я понимаю, чем Андрея и Асторка. Только и всего. Не забудь там Хавила убить. А, какого Хавила? Я даже не помню Хавила. А что за Хавил? Да. Бывает. Щит черного рыцаря. Спасибо, у меня уже есть. Тот самый Хавил? Тот самый это кто? Босс такой? А где он находится? Поскажите, куда идти. А то я что-то не помню. Фрагмент Витави меча. Демона сначала гоу. О, здравствуйте. Я бы купил кост... Ох, тут тот же сет еще продается у нее. Волчего рыцаря. Хороший по характеристикам. Косточки напокупаем. В локации с драконами. Ясно. А, это моб, с которого сет падает. Понял. Бронированный чувак с большим щитом, драконь и локи. А, да-да-да-да-да-да-да, помню. Там еще много мелких, но вот у него, да, у него поглощение урона щитом было вообще космическое. Поменяю фрагмент меча на косточке бесконечно. Да это мелочь все. А, ну в смысле я его уже взял. Вы про это. Возвращает к последнему костру. Понял. Понял. Я просто не знал, что это оно. Сет не с него, сет после убийства в другой локи брать. Убери счетчик смерти, напиши там что-нибудь позитивное. Да, да, давайте уберем счетчик смерти. Хотя счетчик еще есть. Но вообще уже нет, да. Изменение, текст, изменить параметры. Миссия выполнена. Миссия выполнена. С седьмой попытки. Ура. Спасибо, NextPerto. Фух. Сегодня такой день у меня загруженный был. И ранний подъем, и много разных задач, и вечерком я думаю, блин, может быть, но все-таки анонсировал в 5 часов вечера трансляцию. И такой вечер хороший. Сейчас я абсолютно спокоен, и нет нервов, которые меня... Представляете, в конце прошлой трансляции, когда я не стал убивать босса, я реально, когда закрывал глаза и пытался заснуть, я вспоминал моменты из разных моментов трансляции, близких очень. С последнего босса, с момента падения с башни, что там еще было, великанов вспомнил. Причем ты это никак не контролируешь, ты пробуешь подумать о работе, ну или о том, что тебе нужно там завтра сделать, куда сходить или поехать, и ты не можешь ничего сделать. То есть, некоторое время ты думаешь, а потом эти флешбеки возвращаются. Более того, я это уже говорил, но это весьма характерно. Когда происходит какой-то экшен в твоей голове в Dark Souls, у меня начинают мышцы работать, как эта моторика срабатывает, я пытаюсь увернуться. Ловлюсь я на мысли, что я вместо того, чтобы лежать в расслабленном состоянии, уже как-то скрючен в попытке перекатиться в правую сторону. Это жуткие нервы, этот Dark Souls, особенно с ставками высокими, поэтому... Так, все, валим. Так и было, серьезно, без шуток, вообще. Я... Ну, это вот этот вечер был перед... После прошлой трансляции. Короче, Белочка помню. Белочка — это не то. Что мне может пригодиться? Во-первых, я на тьму возьму смолок, потому что они заканчиваются постепенно. Жуков, кстати, можно купить. А что у нас там? У него молнии, у него физуха и у него огонь. Давайте жуков на огонь возьмем. Поглощение тьмы. Ну вот во второй фазе у... У босса в локации с драконами огонь. Огонь и физуха, скорее всего. В первой он кидает иногда молнию, но там физика больше, а не там дракон. Так, подскажите, пожалуйста, уважаемые знатоки, какой чекпоинт наиболее близок мне сейчас, чтобы пойти в эту драконию локацию? Это будет где-то в... Нет, не там. Блин, где тюрьма-то? Раньше она была. Нет, не покинутая. Нет, дальше, значит? Нет, не дальше. Тоже нет. Это здесь должно быть. Может, вот эти вот. Нет, руины и демоны это не то. Покинутая могила это то. Но может быть проще идти из гигантовского чекпоинта. Убогий зашел на ГГУ, увидел попец. Михаил, что это? Это? Ты не поверишь. Попец. Подземелье Иритила, говорят. Подземелье Иритила? А, ну да. Либо подземелье Иритила, либо оскорненная столица. От Йорма бы быстрее бежать, да? От оскорненной столицы. Давайте оттуда. Кстати, какие боссы еще остались? Нет, первый ТП это, я понимаю, что по локации пройти и там будет. Но вроде как покороче как раз есть. Если мы, например, придем всего не сюда. А вот на эту лесенку. Или не на эту лесенку? На эту лесенку вроде. Ну там же тут... Нет, там не тупик. Нет, там не тупик, но тебе не туда. Блин. Может быть отсюда? Не, не, отсюда точно. Отсюда это к Йорму идти. Блин, сто раз бы уже добежал по-известному. Отправляемся в подземелье Эритилом. Старый король демонов был? Да, я его в рамках регулярного прохождения... Ну то есть, в обычном прохождении. Ну то есть, прошел его ради душ. Потому что он не такой сложный. Так, ну тут у нас тетя, которая клеймят, поэтому... Убиваем по штучной. Кажется, шорткат вообще снизу. А, не снизу, на другой стороне шорткат. Надеюсь, надо типа наверх забегать. Зря упал. А если я срежу здесь... То я попаду... Ну хотя нормально я попаду. Главное не свалить сейчас, друг. Понятно, что ставок нет, но это нелепая будет смерть. Хотя зефирка, он умирает только так. Ну только таким образом. Стоп, или мне... Мне же прямо. Мне же прямо. Мне же нужно пройти мимо этой службы еще серьезной. Сейчас стрела будет в зале. Ай, успел! Скотина! Так, здесь у нас... Ой, да, это... Надо пробежать мимо этих. Либо убить, либо упасть рядом. Можно гиганта попробовать убить. Но я его ни разу не убивал, на самом деле. Не знаю, как там упасть, не упасть. Можно заодно проверить, спуститься к великану. А можно. Великан это не босс, в общем-то, поэтому... Что с него взять? Правильно. Там второй за спиной стоит. Упырь. А че не чересшот? А я неплохо ориентируюсь, на самом деле. Поэтому не чересшот. Не оптимально у меня тут все. Естественно. Еще четыре крысы, пожалуйста. Выходим, выходим, не стесняемся. Первый. Второй. Третий. И четвертый вместе. Так, две большие крысы, а потом вот как раз это... Быстро умирает. Сейчас попробую пробежать. Подождите, а я же сейчас вот сюда, если иду, то я как раз выхожу в нужное место. Я как раз выхожу туда, где мне нужно принять позу дракона. Позу дракона. Рядом с остальными чуваками. И я попаду в этот... С удовольствием, кстати, пройду этот левел. Перепройду. С удовольствием. А, мне же нужен не предмет. Предмет это другое. Мне нужен знак. Г, Э, Ч, В, И, Т, Ф. Путь дракона. Или, Зай, или как там это делать? Вот так вот. Вот после всего этого нуара, после этого мрака, угнетающей обстановки, отсутствия солнечного света, уныния, беспробудных пьянок, ты прилетаешь в место, где... Вот сравните просто цветовую гамму здесь и сейчас. Вот сейчас раз. Просто, хоп. Запомнили, да? И тут, перед твоим взором, чистое, голубое небо. Солнышко светит. Там пыль, но ладно, бог с ней. Как бы отлично. Такой графон попер сразу же. И тут зефирка. Отлично сочетается, кстати, сливается с окружением. Так, я эту локацию тоже помню весьма условно, поэтому будем... Будем... Ну, я помню, что дракона без оружия убил. Это я помню. А дальше не помню. Пик древних драконов. Надо четыре удара тратить на них. Смотрите, какая красота. Просто посмотрите. Это, конечно, после... Всех остальных уровней очень впечатлило. Я блок жал, но непонятно, почему не заблокировал. Эти гады-то жестенькие тоже. Урон наносят. Ой, спасибо, друг. Так, это, кажется, шорткат. Мне память не изменяет. Ай. Классикам. Чёрт. Так, добили одного. Случайно увернулся от второго фаербола. Ай, камень. Там костёр рядышком, поэтому я не боюсь тратить эстусы. Ох, там же нас ждёт. Не буду спойлерить для тех, кто не смотрел прохождение со смертями. Но нас такая красота ждёт. Можно души, кстати, слить. 277 тысяч, в общем-то. Вопрос только, куда? Ну, учитывая то, что я собираюсь меч тьмы всё-таки брать, наверное, я в силу начну качать. Или можно... Ну, в стамину уже без толку. Так, 8 удара. Души-то на девок потрать. Да. Души на девок. Правда, для меча придётся... Ну, хотя сил у меня сейчас 18, благодаря щиту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 24. Ну, правда, у меня самого меча нет. Или же ВЧ про... ФЗЧ, точнее. ФЗЧ, типа, для щита, да? Да, давайте ФЗЧ прокачаем. Там будет... Вот, эй, привет. А что теперь происходит? Добиваем боссов. Убили дракончика босса, убили гундира тёмного, соответственно, после этого. С первого трая вообще на язычах. Там даже близкий... Ладно, был один близкий момент. И вот сейчас... И вот сейчас, в пике древних драконов. Фейла, я не уверен, что сегодня вообще ФА будет. Вряд ли. Я лучше досмакую, доиграю до полноценной части Dark Souls. А потом будет видно. И будет ли что-то потом, тоже будет видно. Наверху опасный моб, насколько я помню. Там рыцари, что ли, с тяжёлым щитом. Может быть, это как раз он и есть. Тут и обломки титанита, и большие осколки. В эту локацию фармить вообще идеально приходить. Всего, вдоволь. А, тут такое с двуручным оружием. Друг, да? Один лежит, типа... Или спрятался просто. А второй... С таким топором. Триндец. Я много в этой локе умирал, когда со смертями ходил. И его скоро увидите. Почему? Так, ну вокруг... Тут же ещё NPC дикие. Да, ногой, ногой его бей. Воу! Я не знал этого удара. Просто, что там вертушка вместо обычного клива. Увернулся от удара, но не увернулся от клива. Открываем. Ну, детский можно пособирать. Хотя, опять же... Хотя, для меча, на самом деле, и осколки, и большие, они же тоже очень пригодятся. Ой, колокол. Ой-ой-ой-ой-ой. Помню, я там слетел. Ой-ой-ой-ой. Короче, мне налево надо бежать. Красавец. Нам его не убить. О, лук! Беги, межган. Главное, от огня спрятаться. Он же может дышать. Ой, нифига себе! Ой. Так, хотя бы одного убил. Нифига себе огонь там... Но он помог мне сейчас. Мне кажется, хоть по мне урон и прошёл. Но он больше помог вот с этой мелюзгой. Вау! Хорошо. Дракон эпический. Чувствую замануху там, а. Во-первых, я выбегаю на открытое пространство. Там людей просто сдувает. Там лутицкий есть. Всё, минус. Оп. Заподнял, пацаны. Ой, какие удары на третье хп. Урона мечу не хватает. Хоть прям смазывай тьмой. А какая музыка эпическая. Тут она решила стихнуть. Пахнет засадой, да. В засаде только один. Кажется, здесь костёр будет. Наверху. Или не наверху. А прямо будет моб. Жёстенький такой. А, тут тоже моб. Костронет. Блин, я ж прикатывался. Да можно и на блок брать. Щит отличный. О, хрик. Репост. Проходил. А древняя виверна всё ещё, смотрите, с фулл хп там что-то сражается со мной. А, вот. Тут ещё был один в западне. Если б я погулял, то... Ну, покрутился, вышел бы на... Перед его взором встал. Он бы присоединился к сражению. Так, Добром. Или костёр дальше. Там он большой с топором, опять же. Дракон слева. Вбиваем. Убей дракошу. Я не могу его убить, пока не... Не прошёл дальше. То есть, я могу попробовать, но это маловероятно. Оказалось, что здесь где-то костёр. Судя по всему, ключевое слово «казалось». Один стреляет фаерболами. Фаербольчиками такими маленькими. Дракон ещё там летает. Воу! И вот... Ай, не увидел. Возьми делать-то, а? Ладно. Аркада пошёл. Воу! Плохо-плохая идея. Там подошёл ещё один. Не-не-не-нет. Пять дракон сейчас будет. Так, уходим. Уходим наверх. Воу! Воу! Пыщ! Ай-яй-яй-яй-яй! Как забрался? А, эта цепь, и он до встаёт до меня. Фух, я бы тут... Я и так-то трушу здесь. Что было бы, если бы... Так, тут падаем. Нет никого, да? Нанимаемся. А его с этой стороны можно было бить. Уже. Он не свалится. Две мерцайки. Так. Ну что, собираемся? С мыслями? Как там наш предшественник учил? Убираем оружие. И бьём, 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 бьём! 7, 873 урона. С руки! С кубака! О, ещё надо было поставить. Нет, не этот, не этот. Вот этот вот. Сколько? Зефирыч, красавчик. Ну, это не босс, это так. Это... Так. Босс нас ждёт впереди. Я Бладборн не играл вообще. Я только смотрел стримы мантич. Немножко. Что он тогда нерегулярно стримил. Камень драконей головы. И немножко душ. Думаю, надо поставить всё-таки меч. И поменять щит. Вот он, костёр. Костёр. Можно, в принципе, пару левелов вкинуть. Пару левелов. А можно не вкидывать. Там PC злые, кажется. А, там, да, там призывается сразу чувак. Правда, его не вижу. А, вон он. Со счетом с мечом. Вроде это он. Ё-ка-росета. Так, степчик. О, смотрите. Хорошо, что я бэкстебнул. Потому что... Я тогда неуязвимым стал. Надо вообще уйти отсюда. Потому что сверху прилететь может в любой момент. Лучше уж здесь его принимать. Да, добили. В прошлый раз вон тоже много мне беспокойств. О, меч из... Какой меч? Из крови дракона сразу выпал. Давайте заценим. Шнадцать ловкости. Шнадцать ловкости. Модификатор ДД, а ловкость. Но урон наносит физикой, магией и молнией. Очень универсальная штука должна быть. Очень... А, это и двуручка еще. Ясно. Мишка, а может это того самого отправить зефирку в ПВП? Да, это надолго просто. У меня... Можно, конечно, просто по это самое, по нескольку дуэли провести. А вот второй еще, кстати, появился. Или тот же. Не, больно. Был уверен, что бэкстебнул. Не важно. А, убей призыватель. Это призыватель делает такое, да? Опять. Я понял. Нехило так. Сражаешься, думаешь, что это NPC, а это... Просто чувак вызывает... Других чуваков. Ой, где стамина, Миш? Я же сжал. Да я же... Какой же он злой, а? Я еще раз закупил. Был уверен. Но сейчас он блокирует мечом, а это как бы... Не самый выгодный инструмент. Ай, щит. Пробил щит. Через стойку. Добей уже. Ох, слава тебе, господи. Нет, я не умирал еще пока после прохождения. Убили мы парочку... Парочку боссов. Пока не умирал. Так, а там как раз же у нас уже... Этот... Со щитом. Моп. О, нет, нет. Ой-ой-ой-ой. Я еще... Еще столько опасных моментов. Ой! Пресс, это я хотел увидеть. Я знал, что он там. Хотел просто таргет на него поставить. Увидеть, чтобы поставить таргет. Понимаете? Ко мне это чудо для нашей. Е-е-е-е. Единственное слово в русском языке, где есть три буквы Е подряд. Ну, не просто где на шее Е, а где шея больше еще. Сравнительная степень, короче, прилагательного. А может, я не прав? Ладно, у меня же тоже есть удар специальный. Готово, я сказал. А, змеи-е-ед еще. Господи, точно. Змеи-е-ед. Змеи-е-ед вообще классный, существительный. Так, как-то это неправильно. Ой, я побоялся, что тот успеет ударить. А я не увидел, что... Ну, не рассчитывал, что я до него достану. Ну, таких пацанов проще всего. Что это такое? Новыми движениями удивлять еще. Умудряются. Так, а что у нас здесь? Такая комната, как будто... Как будто тут секреточка есть. Я не буду их искать. Один. Я слышал, что он просто... Еще ходит. Ох. Давай, зефирка. Стамину качали не зря. Надо мелкого, может, сначала убить. Да, конечно, убьешь ты мелкого сначала. Сзади тупик. В обратную сторону побежал. Так, давай. Может, тут оторвется. Твою ж медь. Они как братья ходят вместе. Не добил. Так, ладно, добил мелкого. Теперь с тобой, упырь. Так, как попал-то? Добивай. Почти. Там репост был просто. Я решил... У тебя и дыхание. Дай таргет, черт! Ты из-за этой... Не поставился. Из-за колонны. Таргета нет, блока нет. Извините. Ладно, кое-как. Два эстаса у меня. Мне кажется, здесь близко костер. Не помню, чтобы я сюда в прошлый раз заходил. Скорее будет лутецкий. Кольцо с громовым камнем. Резист от молнии. Это под боссы, кстати, можно будет. Да, урон от молнии поглощает. Нет, я не брал в прошлый раз. Эту лесенку не заметил. Но костер я не пропущу. Я помню, по крайней мере, с какого момента он экономит мне время. А что с новым серваком? Чатик перестанет быть жертвы гравитацией? Нет, чатику хватает сервака. Ему не хватает поддержки технической. Там серия разных проблем. Новый сервак будет под хранение водов. Я его изначально в новый сотов стойку планировал брать, ставить. Для того, чтобы было полное резервирование записей. Конечно, там диски в рейде, в текущей схеме. В рейде, который предусматривает отказоустойчивость при... Кажется, пятый там рейд, если не помнить, не изменяет. Ну, короче, два диска вылетают. И только после этого гуф. Вот. Нет, не пятый. Не помню, блин. Вот. А так, присмотрел я этот 1-юнит. Хороший. Супермикровская платформа аналогичный тому, который у нас есть. С рейд-контроллером, соответственно, 1-юниту, да, 12 винчестеров, 3.2. И плюс еще место есть для как раз кэша и SSD. Ну, в общем, неважно, короче, забейте. Хороший сервачок для хранения водов. Ой. Я что-то вспомнил, да, что здесь такие вот товарищи. Сложно убивабельные, если не зачаровывать. Стоп, мне кажется, что здесь уже должен, должен был быть. Должен был быть костер. То есть, я помню, выбегал. А, вот, наверное. Нет, я отсюда вернулся, скажу. Точно нигде. Не упасть. И он раньше, он там где-то. Костер говорит только у босса. Понял, понял. А тут смотрите, какой вариант. Можно, конечно, попытаться пробежать. Этого я выманю. Но там меня ждет в конце три таких же упыря, понимаете? Трое. Три. И они меня очень сильно блочат, насколько я помню. Ах ты, пузатик. Эстус всего один. Ну ладно, давайте. Аркадия включаем, побежали. Дракон рядом. Дракон дышит. Скинул меня. Держим дальше. Выпил. Побежал. Иди, беги, машина. Что-то хреново. Где костер? Ну и ясно. Опять призыватель. Я пустой. Смолой точу. Поехал к этому. Он призывает уже чувакам. Не буду я с ним бороться. Ага. Нет, это закончится все. Нельзя использовать рычаг. Вот он. Еее. Как долго я тебя ждал. Слушай, эстусы, они же не это самое, они резиновые. Эп, тихо, 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 тихо. Я ж не зажег его. Я... Я почему-то думал, что он исчезнет после того, как я его... Фу, и такая жара. Ааааа. Просто жара. Ну я жив, пацаны, я еще не умер. И такая сирия еще главная. Еще две фазычи, 92 уровень. А, я же могу еще души посмотреть, что за души можно взять. Убивали с вами босса. Вдруг там какой-нибудь мечик одноручный хороший будет. М-м-м. Так, мечик. Душа повелителей. Дуручный меч. Дуат силой и 10 инты. Физика и огонь. Способность уголь. Модификаторы ДД лесом. О-о-о. Ациероса. Душа снедаемого Ациероса. Интовый меч с модификатором Д на инту. Е-е. Бьет больше магии. Гундировская Алибарда. Ц-модификатор на силу. 30 силой. 15 ловкости. Мимо. А это что такое? А, это цепь заключенного. Это да. С гундиром можно взять. Жизни. ФЗЧ. Ну, давайте проверим, чего я хочу посмотреть, насколько это кольцо увеличивает. Еще, кажется, мне одно колечко дали. Врагам проще вас заметить. Так, жизненная сила. Мы берем какое-нибудь кольцо, которое не влияет вообще на характеристики. Например, восстановление. На 5 все характеристики увеличивает. Это очень круто. Ну, для сравнения, есть кольца, которые увеличивают на 5 ловкость, на 5 инту, ну, топовые кольца, там, веру на 5. Сила наверняка тоже есть. Ну, это клево. Но, насколько увеличится входящий в меня урон? Такой вопрос. Ага, вот. Можно посмотреть. Кстати, не сильно. То есть, смотрите, с одной стороны защита возрастает, но с другой стороны поглощение уменьшается. Уменьшается оно ориентировочно на четверть относительно текущего варианта. Ну, вот 25-18, 29-22. Надо более простое. Да, на четверть. Возникает вопрос. Вместо чего? Может, вместо этого? Нет, нет, это другие не прикрывает. А, я могу вместо хавала сейчас поставить, потому что у меня нагрузка все равно из-за ФСЧ. Ха-ха! Ой, еще хп добавилось. Еще выносливость. Сколько там ударов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почти девять ударов. Почти девять ударов. С ума с этим. Продаем. Я души продавать буду, чтобы лейвл получить. Снидаем его тоже. Продаем. Мерно тоже фазачи апну. Такая плотная, вкусная зефирка. Хп 49. Там, правда, идет уже кап дикий. Восьмь ударов предел, больше никак? Да ладно. Что-то очень сложная игра, говорит, из Тетрис. Слушай, я рекомендую тебе запустить стрим и пройти ее без смертей. А еще лучше с кем-нибудь забиться, что ты пройдешь ее без смертей. Хотя, просто пройди ее без смертей. Не нужны тебе лишние нервы. Поверь. Да, игра уже пройдена, спор уже выигран. 80к на эксперта заслал. Правда, не засылали другие, кто накидывал, но я не знаю, какие там никнеймы Петр вроде записывал. Ну, это на их совесть, на их член. Я сильно не сомневаюсь, что все вернется, но пока еще не пришла. Так, а здесь мы выбиваем щит. Здесь, кажется, будет тот самый моб. Да, ё-моё. Вот смотрите, он уворачивается назад прыжком от ударов. Он производит серии. Он дикий. Да, вон он. Стоит. Или это не он? Нет, это не он. Там был вроде рыцареподобный, чувак. А ну-ка, давай-ка. Кажется, может они появятся по скрипту? Не похож на него. Все-таки исхитрился он. Несмотря на достаточно быстрые удары, он умудрился после моего первого хавил на башню ищи дракона понял. репост. Отлично. 1500 урона занесли. И побежали, побежали упыри. Ой, больно, больно, больно. Там еще третий застрял. Не расслабляйся, Миш. Капец, какие они злые. Твою ж медь. Просто. Ладно, минус один, там сзади еще один. Битый очень. не битый, а урон наносит как здоровый. О! Ты откуда взялся? Выпил. Там еще... О! Да вы издеваетесь! Да как? Капец, там нет же этого костра. Я к костру, у меня 4 эстуса, тут 2 жирных. Я не хочу их, конечно, обидеть. Но так нельзя вообще. Столько жрать, так господи. Пойдешь? Не-не-не, с тобой с одним-то я справлюсь. Мне же щит не просто так давали. Репост опять! Помог! Ну что, друг? Выносливости нет. Ну, естественно, так все блокирует. А, даже так, он за собой еще оставляет. Все, добили. Добили-добили. Добили-добили-добили. Два эстуса, надо, если что, улетать. Тут, тут, кажется, это вообще конец, выход с уровня, если мне память не изменяет. Надо идти к боссу уже получается, да? Там наверху вроде как лутецкий лежит какой-то. да, отсюда я стоп, или я здесь должен применить да, если я посижу, мне дадут голову дракона. Я все равно ее использовать не буду, она там дышит или... Нет, кажется, дыхание. или схлопывание этими мерцающий камень драконьего туловища. Окей. Вот. Так, а что, допустим, я бы играл, продолжал бы сейчас играть без смертей, да? Допустим, у нас сейчас впереди босс. Я до него дошел, окей, отлично. Что ты про него помнишь? Что ты про него помнишь? Фу, что первая фаза дракона мне особо неприятности не доставляла. Когда он взлетает, стреляет, это ерунда. Когда он чаржится над себя, ты просто проходишь вперед. Помню, были проблемы с таргетом, когда ты сокращаешь дистанцию и пытаешься бить. Самый халявный способ нанести ему урон это дождаться на средней дистанции дыхания этой самой виверны. И тогда можно по шее побить. Причем надо сбивать, снимать таргет при этом, потому что он поворачивается в другую сторону. Ваншотов у виверны нет, соответственно, если мне память не изменяет. В второй фазе надо жухов, во-первых, сажать против молнии, чтобы выдерживать урон. Это раз. Второй у него все удары с дилеем, абсолютно все удары с дилеем, которые я помню. То есть нельзя перекатываться раньше времени. Но дилеи, опять же, разные, вроде как. выпады есть, когда таргет слетает. Выстрел не помню какой. Но я держался с ним рядом. Да, сейчас мы побежим дальше, наверх. Я помню приблизительно, как тут проходить. Приблизительно. Опять-то, да? его можно было сталкивать, если бы я продолжил серию. Но я боялся продолжить серию. Потому что три мерцающих титанита пачками процедают. Говорят, Хавил здесь. Ладно, вот возьму этот мерцайки. Я кажется, в прошлый раз Хавила вообще не убивал. Лут Хавила пропустил. Да ладно. Пропустил Лут Хавила. Сейчас на стеночке проверим. Плюс это кажется моб. Короче, я схожу в костерок. Все-таки тут за углом буквально. наверху он все ок. Причем сказали, что пропустил. Спарти, что такое? Главное убить только тех, кто мешает реально. Нифига себе, они еще парируют. зефирку не есть. Ничего себе вообще. Ишь, они зефирку жрут. Так, это прилетел, выпил. Там по мне стреляют, я бы хотел забраться побыстрее. Хавилл говорите, да? Да ё-моё, как же ты задрал-то, а? Вон он. Или я с ним... Не, я с ним в прошлый раз не сражался. Так, давайте, есть тьма, есть эстусы. У него... А, или нет, я сражался, кажется, с ним. А что он такой плотный? Давайте бэкстэбить его, он вроде похож на обычного рыцаря. Оу! Да, давайте через блок в спину пытаться заходить. Очень плотный товарищ. У него, видимо, у него сет доспеха, короче. Что это такое? Каменная кожа, похоже. Я не вижу, где у него... Да все на блок принимается нормально. Я чисто физикам. Главное не разминиваться. О! Был репост. Ох! Вот эти вот удары, конечно, дикие. Я не успеваю просто прийти в себя после них. То есть, я не успеваю перекат делать. Останавливаемся. готов. Готов! Зуб дракона, большой щит хавла. Я думал, мне еще сет доспехов дадут. Большой щит хавла. Там силы, наверное, нужна. 40 силы. О! Какие статы! Устойчивость не топовая, но все резисты, все резисты настолько ровные. он еще тяжелый, ФЗЧ. В смысле, веса. Это капец. Ну, можно, конечно, переучиться, убить стамину, сделать силу, взять меч тьмы, взять щит хавла и вперед. Сан 4 поддержал ваш канал на сумме 100 рублей. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Помянем господа великого рыцаря Артериаса. Так, мне нужно идти к... Спасибо за саппорт, естественно. Мне нужно, наверное, к боссу уже идти. Лута дракона. Ой, лута дракона. Там что-нибудь... ценное было. Если нет, я просто возвращаться не буду. Цитадель фарона. Ну, я понял. Я не пойду за доспехами. Станет топовый. Ааа, для меча я бы взял. Ой, для щита. Станет топовый, это круто. Белир поддержал ваш канал на сумму тысячи рублей. А вы, старый. Михаил, от всей души поздравляю тебя с победой. Ты заслужил. Ну... Я верил в тебя и в твою победу до десяти попытки. И не прогадал. Спасибо тебе за стримы и за весь гудгейм. Да, за гудгейм. прибудет с тобой сила. Спасибо еще раз за саппорт, косарик от Беллера. Да, сегодня очень, очень радостно у нас трансляция началась. Игру прошли, босса убили, тысячу евро выиграли, слэш вернули, на эксперта прислал и, в общем, классно. Так, большая колокольня, пробегу за за титанитом и побегу к боссу. А, стоп, тогда я могу юзать рубильник и тогда уже к боссу могу пройти и давить. Там же все закончится, но без босса-то никак. Давайте пробежим здесь. Осколки найди. Да, зачем? Осколков у меня уже предостаточно, на самом деле, для, наверное, даже полного грейда меча с нуля. жарят зефирку, жарят, пацаны. Садхавили лучше твоего. Ну, вау, кусок титанита. А хавили где? Окей. Стадельфорона говорили, да? На мосту у демона, кажется, которому я не ходил. Что-то в этом роде. Так. Да ладно, в цитадельфорона? Где убивал демона на мосту. И что там? Он там появился, типа, или что? Я же там все лутал. Все, что рядом с демоном и то, что за воротами. Видимо, там появились после убийства этого. А, старший волк, там же ближе есть, точно. Дара-дара-дам. Там только на лифсе нужно. подняться. То есть, там кто-то появится. Сейчас увидим кто. Угу. Он там появится. Ну, фазачи у меня есть. И кольцо хавловское могу поставить, если не буду дотягивать по каким-то параметрам. вот появляется после убийства хавеля. так и не узнаешь, ведь. Ну, щит я не смогу юзать, а вот сет бы я поменял. с зефиркой попрощаемся. Зефирка хорош. Еще до кучи можно попробовать меч тьмы выбить. По крайней мере, с монетками тех пырей. Сбегать на парочку. Да, вон лежит лут в дальнем углу. Я точно все подбирал. Там до убийства демона еще 2-3 точки лежит. И вот за тем мостом еще много полезных. Там большие осколки взглянания. И да, сет хавла. Доспех на ручь и поножем. Смотрим. Шлем тяжелее значительно. Лучше не сильно вообще. но ровно и резистым. Так, шлем пока не буду. Доспех серьезно лучше. На полтора, на два. Только от молнии защита хуже. И кровотечение тоже. Это я могу еще без кольца. Я заменю все-таки колечком. чтобы поменять допустим перчатки. Перчатки такие тяжелые. И тоже выигрыш весьма сомнителен. Может не менять ничего кроме доспеха. Вот реально посмотрите. Разница в них на 50% по весу. по физике. 0,2. Эти вообще хуже на 0,4. Хуже на 0,1. Перчатки лесом идут. Штаны мне даже а нет штаны тяжелее тоже раза в полтора. Но лучше опять же даже не на единицу. Хотя против магии и против огня резист получше. Короче бронька да. А вот шлемак а вот все остальное это как-то мимо мне кажется. Я верну тогда кольцо. То есть доспех поменяли. С зефиркой должна оставаться зефирка в любом ситуации. Ну голова то у меня на месте. Давайте вернемся домой и уже к боссу пойдем. Костер храма. Нужно купить смазок у меня к сожалению кроме ядовитой бога и тьмы ничего нет. У него вроде по тьме должно чисто по канонам знаете что он тут весь в облачках тьмы вокруг никакой нет. Сам бьет с молнией сам бьет с огня и вроде как тьма может зайти хорошо. Поэтому покупаем прелую смолу и и все. да надо еще не забыть жуков сожрать не забыть сожрать жуков не подходит этот шлем к доспеху главная эффективность они это вот ты выбирает доспехи как они выглядят настоящие воины выбирает по циферкам понимаете по циферкам что где как сколько весит в первой фазе топ замазка на молнию в первой фазе вроде молнии там практически не дэмэджит он у меня нет замазки на молнию на самом деле а нет есть я ее поставил а вот на вторую надо будет от огня поставить то есть двое две порции жуков надо будет сожрать так стоп а здесь я просто включаю рубильник и понеслась если ты его раньше включишь то никаких не хавловский сет ну не там грейт самый последний титанита мерцающего не что из него там выпало господи щит не получишь и соответственно сет не получишь начинаем звонить а смола на молнию у меня тоже этого нет я пепел не сдал и этой смолы в продаже нет я об этом тоже говорил что у меня есть только две смолы есть же специальный щит за великую душу нарезист от молнии ну я эти великие души жмякал сразу просто как только сейчас буду вспоминать в процессе если что надо валить играем как будто умирать нельзя не знаю даст ли он мне уйти или не даст зефир а это последний босс или там кто-то еще остался скажите ну по сложности он один из топовых это это сто процентов но кого-то я может оставил из таких нормальных боссов не из демонов мелких где-то на дне а вот из нормальных боссов вроде бы нет последний но с богом пацаны так на первую фазу у нас замазка идет желтые жуки на вторую красную мажем рано мажем там же еще шорткат будет блин вот оно вот он вспоминаю ударом воу сразу да так ё-моё что-то я не помню этих ударов что-то я вообще не помню этих ударов ага я понял я вспомнил себе да не вижу а огонь ухо хорош миша помнит помнят руки полетел стрелять будет что это а под собой о как достал то а он вперед еще летит при этом да ё-моё я не узнаю ударов вообще хорошо вернулся решать будем анализ репост е так 9 фласов и добей попробовать не вижу Ох, как больно-то бьет, а Полетит стрелять Хорошо Пикируем Вернулся Давай, добей его Так, вторая фаза Жру жуков, помни про дилей Помни про дилей, помни про дилей Жри жуков Оп Я не помнил этого ударом Ага Ой Вставай, пей Таргет поставь Этого тоже не помню Этот с дилейом удар Йоп, РСТ Ой, не успеете Выбей в два раза Раз-два Хорошо Зачаруй Переключись на этом Работаем Так, выпад Помню Рано Вообще по-хорошему надо свалить Я пытаюсь косточку достать Ой Не-не-не-нет О, успел Успел уйти Фух Так, ладно Работа над ошибками Да че, ты просто не помнил Эти движения После После того, как ты их Второй раз Третий раз Видишь Ты уже от них уворачиваешься Нормально Поехали Ну видите На средне-дальней дистанции Начинает вот эти вот Волны пускать Я всегда с ним Когда первый раз Проходил со смертями Держался рядом И Было проще Так, на первую фазу Я юзаю жуки Раз На вторую жуки Два Давай Жри Смолой Заходим Полетел Повернулись Фикируем Повернулись Дышать будет Криво Стоял Еще Вернулся Не вижу Опять дышать будет Опять я попал Блин Да надо таргет Снимать Вернулся Хорошо Надо левее Держаться Наверное Ой Не видел Да Вот эти самые Проблемы с таргетом Понимаете Опять Да Ёпрс Раньше Никогда Этот удар Не пропускал Полетел стрелять Увернулись Крутируем Увернулись Не успею Не успел Не достаю Меч Короткий Пацаны Что делать Так Все Таргет Сними Побежал Есть Репост С глаза Хорош Еще Пару Ударов Можно Увести Вернулся Молодец А Ой Не узнал Я думал Это взлет Ах Не увидел Ой Могу Умереть Тихо Тихо Два Раза Выпил Добей Добей Ну добей Огонь Увернись И добей Спокойно Вторая фаза Красных жуков Филюля Уходим Да Ёпы РСТ Я Не узнаю Раз Не узнаю Опять Вообще Не узнаю Блин Да что ж такое Выпил Чардж Хорошо То быстрые удары То медленные Вот в этом проблема Достало Захват Убил сейчас Нет Не убил Пи 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 Блин Такая грязь Просто Выпил Хосточка Так Горе Это ГГ Говорит Злое зло Все четенько Ушли Наверное Пилюли Жрать не стоит На первой фазе Там Нечего Особенно От молний На второй Мне нужно Очень внимательно К движениям Очень внимательно Использую щит Кстати Надо попробовать Реально На щит Попринимать Даже не пробовал Потому что В прошлый раз Я проходил Его с катаной И с двумя руками Вообще Без щита С перекатами А Желтые жуки Всегда То есть Типа Только на молнию Понял Ну Желтые жуки Я тогда На вторую фазу Оставлю А Кольцо Против молний Кстати Я могу Заменить Вот это Вот колечко На кольцо Найденное Здесь Против молний Вес Правда Не тот Придется Вернуться Зефирке Зефирыч Давай Да Поехали Сейчас Зефирка За дело Берется Так Задача Как можно больше Эстуса Поставить на вторую фазу И во второй фазе Поязать блок На самом деле Полетел Стреляет Увернулся Чардж Увернулся Надо Раньше Подходить Блин В смысле Не бить так рано Очень Больно Да При том Что резисты Есть От кольца Не увижу Удара я Надо отсюда А Понял 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 Да Понял Да не понял Поздно Понял Надо всегда Держать его В поле зрения Чтобы видеть Что он мутит Вот опять Я вслепую Уворачиваюсь Здесь тоже Сплэш Не достал Полетел Очень красивый Босс Конечно Меня тоже Очень впечатлил Опять не Бежал Я хочу Слева Обходить На случай Если он будет Как не достал Опять Дышать Дышать будет Да как Фига себе Он там стоял Третий удар что ли Это новость Скоро репост будет Косматый Поддержал Ваш канал На сумму 50 тысяч рублей Ооо Косматый Поздравляю с прохожем Спасибо Косматый Держи Обещанный Обещал Косматоз Поддержал Ох Приятно У нас все Взрослые люди Понимаете Все Минимум Директора Зарплаты Все есть Третий удар Ой Я увернулся От третьего Добей Ты дракона Добей Ой Дышать будет Я добью сам Зефирыч Жги Так Теперь жуки Да По жукам Я готов Блок Да Это не блок Миш Это захват Который Ты не выйдешь Так Урона Кстати Заметно Меньше Стало После После жуков И этого Слушайте А он блочится Он блочится Ребят Ну Почти Ой Не 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 Нет Два раза Выпил Блочится Он Ага Вот этот удар У него Характерный Че ж ты увлекаешься Миша Ой Да Увлекаюсь Захват Захват Сейчас будет Хорошо Хорошо Блин Я так Так туплю Волну Костел Нет Нет Не надо Выпей Два раза Выпей Продолжать или не продолжать А у него фаза Следующая Забыл я про нее О Да Жуков Обнови Да 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 Безымянный король Был повержен Бобром Щит смени Зефирка Ты смог Стоило переодеть доспех И Зефирыч Показал Показал Кто он Кто он И что он может Зефирыч Зефирыч Красавчик Просто красавчик Вот как я без него А По деньгам Осталось еще 7к Ясно Ну Хорошо Ну все Что вы хотите Игру прошли Остается реально Только пвп Ну или там Челленджи Типа Без С другими билдами Или без прокачки Но я Я пас Молодцы Зефирка Красавчик Жуков Объелся Тыква На голове Все Отлично В жизни Чего и вам желаю Добежим эту локацию Го пвп О да Тут кусок титанита Еще дает То есть можно Мечик выбрать Можно перекатить Ох Там так вообще можно Тут лут Кажется Был сверху И вроде как Рыцари будут Какие-то Это все Может и не будет Рыцарей В конце Такой как-то Жирный лут Копье Драконоборца Вот Что еще 20 сил И 20 ловкости Вот как раз Вот оно С модификатор На ловкость Еще От веры Модификатор Хорошая Ну если Как бы Сила Ловкость И Три модификатора Один из них С С С Драконоборца Да я помню Я его поднимал Там то ли сверху Слева То ли справа Я помню этот сет Он Мне это вообще Не подходит Поэтому Ну что Давайте Кому-нибудь Вторгнемся Напоследок Пвпшечки ради Как вы думаете Как это сделать Интересно Вроде Нужен Девайс Черный Кристалл Позволяет Изгонять Позволяет Вторгнуться В другой мир А Я В Оффлайн Не же Играем Да Давайте Я выйду Сначала Сейчас Немножко Пвпшечки Будет Нет А там Унизит Так Закрываем Dark Souls Мне нужно Steam Хотя Может Не обязательно Было Закрывать Steam Надо Войти Онлайн Ну Войти В сеть Ой Тут еще Договор Кажется Откроем И не Откроем Мы Мы с вами Точно Убивать Зефирку Не будем То есть Он Останется Непобежденным Да В пвп Черный Кристалл Работает Как косточка Поставь Быстрый Слот Это Шутка Наверное Какая-то Там еще Обновление В игре Было Оказывается Нави 47 мегабайт Может Бладборн Я К Бладборну В любом Случа Буду Готовиться Либо Либо Свою Консоль Возьму У Дочери Из Комнаты Либо У Эльдара Возьму У ледокола Консоль Вот После этого Нужно Все-таки Настроиться Там Карту Захвата Подцепить И Ну Короче Это Сейчас Это Быстро Не Сделать В любом Случа Мне Нужно Будет Сейчас Маг Тебя Убьет Да Я Не Сомневаюсь Сейчас Будет Одна Дуэль Вот Одна Дуэль Одной Дуэли Хватит Одна Дуэль Сразу Покажет Кто Есть Кто А я Кажется Все еще Должен Включить Сетевой Режим Типа Да Вот Играть Локально Параметры Запуска Вот Интересно Он Сразу Будет Работать Не Требуется Видимо Перезайти Хавилт Один С Хавилла Да Можно Одеть Можно Взять Кстати Кольцо На резисты На самом Деле Или Просто Кольцо На серию А Выйди С аренном Боссом Тп Куда Где Были Крокодилы Окей Да Давайте Там Аренка Как раз Здесь Походящие Места После Понтифика Либо Вот Здесь Вот Либо Здесь Резервуар С водой Арена Босса Я не знал Я просто Я вообще Не разбираюсь В этой Теме Блин Добрый вечер Бендер Добрый вечер Я прошел Я прошел Прикинь Я прошел Все равно Не могу Видимо Нужно Перезайти Играть Посетим Подбор игроков Может быть Нет Иди На костер Понтифика То есть Это тоже Типа Костер Босса Мне В резервуар С крокодилами Послали Сначала Потом К Понтифику Перезайди Сейчас Перезаходят Ну То есть Это Странные Какие-то Советы Местами А В меню Нужно Назвать Логин Понял Спасибо Презенц Сейчас Сделаем Поздравляю Гравитация Слаба Да Гравитация Слаба Так Выйти Из игры Надеюсь Он меня В меню Все-таки Да В меню Он меня Отправит Так Проверка Соединения Статус Подключение К серверу Игры Не факт Что Это то Что нам Нужно И ну Вроде Все Продолжаем Там Сообщение Красное Есть Они Призывают Фантомов В твой Мир Это Лучше А Окей Хорошо Там Опытные Пвп Ширы Тогда мне Треснувшее Красное Это не нужно Мне бы Может быть Так Смазочка Есть Это Есть Сейчас Норм Окей Hof Спец Пробуем Так Это Магичка Лесом Она Идет Это Тоже Похожа Магичка Скарлет Непонятно Мальчик Или Девочка О Мужик Синими Полосаки Свят Убогий Во Сен Гоху Рыцарь. Призываем. А можно пользоваться мазью Вишневского? Ну, в смысле, с маской можно? Травку можно еще есть, да? Так. Что-то не прошло. Эстусы нельзя. А, или я уже в торгсе, типа. Исчезли надписи. Это нормально? Нормально. Или нет? Нет. Сейчас придет. Ну, тут новые знаки пришли. Хотя вот кто-то тут появляется. Жди, все сейчас будет. Окей. Да, 130 тысяч уже пришло. 80-50. Мне еще там сверху, еще вроде там 7 тысяч должны. Должны. Да должны. Должны. Ничего не должен. Не торопись, игра по сети слоу почвы. Понял. О, лут. Если дым, то он идет. Ну, вот не идет. А, было сообщение, что призыв не удался. О, вот это он. Да, бейлер. Да. Нельзя призвать духа. Призван. Нет, щит на плюс 5 я не делал. А вон он. Так, что у него? Давай попробуем. Да, ё-моё. Тут пинг у чувака. Или у меня пинг, я уж не знаю. Я говорил, что будет одна дуэль. Без комментариев просто. Это было настолько изи, что просто удаляй. Как раз 10 часов мы наиграли на этом персонажа. Я уйду непобежденным. Просто уйду непобежденным. Прошли игру. В дополнение после этого убили еще боссов без смертей. Оставшихся трех. Гундира темного этого короля. И последнего, господи, тоже как его называть? Свиверный, в общем. Вот. И я думаю, что это отличный повод, чтобы завершить серию трансляций. Была у нас первая серия на 17 частей со смертями. И это вот 10-я часть. Последняя, финальная по Dark Souls. В ближайшее время Dark Souls не будет. Ну, а сейчас надо думать, что делать. Не в ФФА же играть, в конце концов. Правильно ведь? Ну, если не в Bloodborne. А какие варианты-то у тебя? Нет вариантов. Стоп-запись. Стоп-запись.